Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня тема стресс-менеджмента педагогической деятельности и профессиональное выгорание педагога и его противоракции. Меня зовут Каратиев Олег Витальевич, я кандидат психологических наук, практикующий психолог, работаю в рамках коллективно-поведенческой терапии. Давайте перейдем к структуре нашего занятия. Итак, у нас сегодня будут три основных блока. Мы, во-первых, обозначим проблем профессионального выгорания педагога. Это будет довольно кратко, обозначим основные понятия, факторы, симптомы. Сильно грузить теории я вас не буду. Затем перейдем уже непосредственно к стресс-менеджменту. Во-первых, мы рассмотрим, как можно использовать репентинно-поведенческую модель психотерапии для того, чтобы справляться со стрессом. Первый блок – это будут теоретические знания. Часто люди пренебрегают теорией, но это не тот случай, когда это стоит делать, потому что, когда мы не знаем теорию каких-то даже базовых вещей, мы похожи скорее на каких-то всадников без головы, которые делают непонятно что. И в третьей части мы перейдем к практике. То есть я вам покажу некоторые практические техники из коллективно-поведенческой терапии, которые можно использовать для стресс-менеджмента. Итак, сначала обозначим проблему распространенности выгорания среди педагогов. По данным исследований, в 2020 году 75 опрошенных учителей в России имели выраженные симптомы выгорания, а 38 находились в его острой фазе, когда выгорание ощутимо влияет на качество жизни и способность работать. Согласно данным, опубликованным в 2021 году в журнале Urban Educational Research Journal, распространенность профессионального выгорания учителей составляет от 10 до 50% в зависимости от страны. В целом, рассматривая разные публикации по тематике выгорания, могу сказать, во-первых, в них разная методология, и не всем исследованиям в принципе можно доверять, ну, по крайней мере, тем результатам, которые в этих исследованиях существуют. Но, тем не менее, практически во всех исследованиях речь идет о десятках процентов людей, которые сталкиваются с данным синдромом. Я бы вам в чате предложил написать, сталкивались ли вы сами с выгоранием, может быть, сейчас вы испытываете выгорание, и наблюдаете ли вы такое среди коллег. Дальше мы рассмотрим конкретные симптомы, и вам станет понятнее, о чем речь. Итак, выгорание. В МКБ-11 это последняя версия международной классификации болезни, которая вышла в 2022 году. Выгорание наконец-то включено в данный реестр. То есть раньше выгорание не считалось болезнью. Но с 2022 года, в принципе, оно не в принципе, оно стало. Итак, имеет код QD85. И давайте обозначим, что это такое. Это синдром, концептуализированный как результат хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось справиться. Выгорание относится только к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться к описанию опыта в других сферах жизни. То есть что это значит? По сути дела, выгорание – это некоторый такой синдром, некоторое расстройство, которое появляется под влиянием длительного стресса на работе. И причем это такой стресс, с которым человек не сумел справиться. То есть он не смог к нему как-то адаптироваться, найти какие-то ходы и выходы, чтобы его преодолеть. Выгорание – это три составляющие. Во-первых, это чувство истощения энергии или изнеможения. Во-вторых, это возрастание эмоциональной отстраненности от работы, негативное или циничное отношение к работе. И третье – это чувство неэффективности и недостатка достижений. То есть что это означает? Человек себя чувствует подавленным, у него нет сил, у него нет эмоций, находясь на рабочем месте. И вообще работа вызывает какие-то негативные эмоции. Кроме того, например, к ученикам такой человек может относиться уже как к объектам. То есть это не какие-то личности, не какие-то субъекты, с которыми он имеет дело. Это люди, которые уже просто, ну, как какая-то вещь, то есть ученик или даже коллега, не воспринимаются как полноценная личность. И в-третьих, это люди, когда выгорают, не чувствуют себя эффективными. Они не считают, что их что-то на этой работе ждет, они не считают свою работу важной, они не считают свою работу перспективной, они не думают, что в рамках данной деятельности можно как-либо развиваться. Давайте посмотрим на конкретные симптомы, с которыми сталкиваются люди, у которых выгорание. Это постоянная усталость и чувство физической истощенности. Это проблемы со сном. Ухудшение физического здоровья. Отсутствие мотивации и интереса к работе. Снижение качества работы и производительности. Чувство неудовлетворенности и разочарования. Снижение самооценки и уверенности в своих способностях. Чувство изоляции и отчуждения от коллег и учеников. Эмоциональное истощение. Снижение личной реализации. Стыд и сомнения. Цинизм и грубость. Раздражительность и вспышки гнева на мелкие неприятности. Безразличие, апатия, пассивность. Потеря энтузиазма на работе. Пессимистические настроения по поводу своего дальнейшего профессионального развития. Потеря смысла в работе. И так как мы наблюдаем, симптомы не очень приятны. Для того, чтобы говорить, что у человека выгорание, необязательно иметь все эти симптомы. Достаточно иметь часть их. Итак, возникает вопрос, вполне логичный. Как так получается, что у людей появляется выгорание? Я выделил три основных блока факторов, которые влияют на появление этого синдрома. Итак, во-первых, это личные сны. Перфекционизм, то есть какие-то очень высокие требования к себе, к своей деятельности. Высокий уровень ответственности. Низкая самооценка и неуверенность в своих силах. Неспособность поддерживать баланс между личной и профессиональной жизнью. Склонность к депрессии и тревожности. То есть зачастую сама личность уже предрасположена к тому, чтобы выгореть. Часто как раз-таки очень ответственные люди, люди, которые с энтузиазмом относятся к своей деятельности, люди, которые многого ждут от своей работы, являются такими потенциальными жертвами для того, чтобы у них это выгорание произошло. Второй блок факторов – это организационные факторы. Это перегрузка работы, это недостаточное вознаграждение, это низкий уровень поддержки со стороны руководства, это постоянные конфликты на работе и слабая материально-техническая база. То есть, например, вы в каком-то учреждении работаете, и нет каких-то вещей, которые позволили бы вам хорошо выполнять свою работу. Это может вызывать разнообразные негативные эмоции и приводить к тому, что появляется выгорание. И третье – это ситуативные факторы, то есть какие-то конкретные ситуации, которые происходят на рабочем месте. Это, например, конфликты с коллегами и руководством, учениками и их родителями. Несправедливое объединение в чем-либо в плане выполнения своих профессиональных обязанностей. Это низкий уровень успеха учеников. Это нехватка времени на личную жизнь и отдых. То есть, с одной стороны, у нас есть сама личность, которая обладает какими-то качествами, которая предрасполагает к такому состоянию. Во-вторых, есть среда, в которой человек существует и которая способствует тому, чтобы это выгорание произошло. И происходят в третьих какие-то конкретные ситуации, которые могут послужить спусковым крючком или накапливаться постепенно и приводить к конечному итоге и к выгоранию. В плане диагностики я вам предлагаю два опросника. Первый – это опросник выгорания Маслач. И вторая – это методика диагностики уровня эмоционального выгорания Бойк. Эти опросники – это не повод для того, чтобы поставить себе какой-то диагноз или что-нибудь такое. Скорее, данные опросники вы можете использовать для того, чтобы просто поисследовать себя, посмотреть на те утверждения, которые даются в этих опросниках, которые связаны с выгоранием, и понять, есть ли у вас такие какие-то убеждения, например, связанные с выгоранием, и таким образом использовать данные опросники для своего личностного развития. Оба этих опросника есть в сети, вы без проблем их найдете и можете немножко себя поисследовать. Теперь мы подходим ко второй части. Эта часть как раз-таки связана уже с когнитивно-проведенческой терапией и с тем, вообще, как работает наша психика. Это определенные модели психики. Во-первых, в современной международной классификации болезни используется диатез-стрессовая модель. Что это значит? Что у нас какие-то заболевания, не обязательно психические, это могут быть и физические заболевания. которые возникают под влиянием какого-то стресса, то есть какого-то триггера. Однако мы уже должны быть предрасположены, чтобы этот триггер сработал. То есть если мы говорим о выгорании, то значит, что в вашей личности уже есть что-то такое, что предрасполагает вас к тому, чтобы вот этот стрессор, под влиянием этого стрессора, запустилось это выгорание. И обозначим непосредственно когнитивно-проведенческую модель. Основная идея КПТ – представление человека, вербальное или образное. Надо понимать, что когда мы думаем, когда мы мыслим, мы мыслим либо словами, либо какими-то образами. То есть какие-то картинки у вас в голове возникают. Итак, представление человека определяется его схемами, сформированными в результате прошлого опыта. Эмоции и поведение человека в значительной степени определены тем, как он описывает для себя и структурирует реальность. И в основе проблемы лежат когнитивные процессы, которые определяют неадекватные формы эмоций и поведения. Так, что все это значит? Итак, в каждой ситуации у вас возникают некоторые представления или некоторые образы. То есть в том числе, слушая сейчас меня, у вас появляются какие-то мысли, у вас появляется какая-то реакция на то, что я говорю. Вы можете считать, что это интересно, или наоборот, что это не очень интересно, что это значимая информация или что это незначимая информация. В целом, в любой ситуации вы каким-то образом обрабатываете информацию, с которой сталкиваетесь. То есть вы прямо сейчас что-то слышите, что-то видите, вы чувствуете какие-то запахи и тому подобное. Когда вы находитесь в стрессовой ситуации, во многом срабатывает ваша когнитивная схема. То есть вы каким-то образом развивались, вы родились в какой-то семье, вас каким-то образом воспитывали, вы ходили в какую-то школу. Исходя из этого, у вас появились какие-то представления о мире. То есть каждый из вас специфическим образом обрабатывает ту информацию, которая есть. И вы этому буквально научились. То есть под влиянием среды у вас появились определенные когнитивные схемы. И получается так, что когда мы находимся в каких-то ситуациях, мы эту ситуацию каким-то образом понимаем. И в ответ на это у нас появляются какие-то эмоции и поведения. И благодаря этому вы адаптируетесь к той реальности, в которой вы находитесь. То есть важно понять, что ваши эмоции и ваше поведение это результат вашего мышления. То есть вы каким-то образом эту информацию обработали, у вас появились какие-то эмоции. И исходя из этого, вы строите свое какое-то поведение. И соответственно, если мы таким образом... У нас есть такая модель, с помощью которой мы можем понимать, как работает психика человека, то коррекция в рамках когнитивно-поведенческой терапии выглядит следующим образом. Итак, мы понимаем, что мысли влияют на поведение и эмоции. Человек может отслеживать свои мысли и имеет возможность работать над их изменением. И желаемое изменение в поведении и эмоциях может быть достигнуто посредством изменения мышления. Что это значит? Что те эмоции, которые вы испытываете, или если у вас есть какое-нибудь там расстройство, это тоже результат того мышления, которое у вас есть. Если мы поменяем свои мысли на более адекватные, на более адаптивные, на более разумные, которые больше подходят к той ситуации, в которой мы находимся, то мы перестанем испытывать те эмоции, которые испытываем, или, по крайней мере, можем понизить градус этих эмоций и, соответственно, сделать свое поведение более адаптивным. Итак, в целом, я вам уже сказал, что для когнитивно-поведенческой терапии первичное значение имеют мысли, которые у нас возникают в голове. В целом, слово «когнитивный» может быть кому-то неизвестно, по сути дела, это можно сказать, что это познавательный, мыслительный, то есть связанный с мышлением, с нашим восприятием и осознанием тех или иных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Итак, те мысли, которые у нас появляются, можно разделить на три вида. Это автоматические мысли, это волевые мысли и это обсессивные мысли. Обсессивные мысли – это такие навязчивые мысли, которые у нас возникают помимо нашей воли. То есть мы бы рады от них как-то избавиться, но они как жвачка от нас не отстают, мы пережевываем, пережевываем и пережевываем их. Волевые мысли – это когда вы буквально нацеленно о чем-то думаете. То есть вы размышляете, перед вами писать какие-то задачи, какие-то жизненные цели. Вы можете готовиться к занятиям, вы сейчас обдумываете то, что я говорю, и здесь под влиянием воли вы строите свой мыслительный процесс. Но нам более интересно в рамках нашего сегодняшнего занятия как раз-таки автоматические мысли. Автоматические мысли – это, по сути дела, некоторый такой поток сознания, это такое мысленное радио. Вы наверняка замечали такое, что в течение дня у вас в голове появляются тысячи мыслей, причем они совершенно спонтанные. В какой-то момент вы подумали об одном, в другой момент вы подумали и перескочили на другое. То есть сейчас вы, например, слушаете ту информацию, которую я вам предлагаю. Но вы можете подумать о том, что вы будете есть на обед, вы можете вспомнить о своих детях, вы можете вспомнить случайно какой-то фильм, который вы видели. Что угодно может прийти вам в голову. И в принципе это работает у всех так. Поэтому эти мысли и называются автоматически, что мы их не контролируем. Кроме того, важно обозначить, что по сути дела эти мысли находятся где-то на пороге сознания. Часто мы их не осознаем. То есть они каким-то образом болтаются в нашем сознании. И если мы целенаправленно не обращаем внимания на эти мысли, то, собственно говоря, мы не замечаем их. То есть они просто пролетают, пролетают, пролетают. Эти мысли сами по себе, как вы видите на слайде, могут быть нейтральными, могут быть негативными и могут быть позитивными. То есть иметь разную эмоциональную окраску. Давайте дальше дадим определение автоматическим мыслям. Итак, автоматические мысли – это поток мышления, который сосуществует с более явным, осознаваемым потоком мысли, легче всего доступным, являются мгновенными выводами, которые приходят в голову человеку в определенных ситуациях. И свойства этих автоматических мыслей, что, во-первых, они характерны для каждого из нас, во-вторых, обычно не отдаем себе отчета в них и, третье, можно научиться их распознавать. Еще раз, автоматические мысли – это мысли, которые возникают на автомате. Часто мы их не осознаем, если специально не обращаем на них внимания. Кроме того, говоря об автоматических мыслях, можно сказать, что обычно они мимолетные, короткие и принимают сокращенную форму. То есть, действительно, эти мысли – это не какие-то длительные рассуждения. Не так, что мы долго-долго что-то размышляем, оправдываем, рационализируем. Они очень короткие, могут иметь форму даже междонетия, каких-то слов «ну», «блин» и так далее. Либо возникают в виде каких-то образов. Однако, даже если это какое-то междонетие, вроде «ну», мы должны понимать, что вот это «ну» имеет какой-то конкретный смысл для данного человека, что «ну вот опять, да, что-то не получилось», например. Итак, обычно принимается как априори истины. Действительно, когда автоматическая мысль возникает в голове у человека, то она принимается как некоторый факт, хотя она, безусловно, не факт. Эти мысли существуют в вербальной и образной форме и существуют наряду с обычными размышлениями. Обычно осознаются эмоции, являющиеся следствием автоматической мысли. Смотрите, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, то обычно вы… Это, допустим, неприятная какая-то ситуация. Вы осознаете хорошо эмоции. То есть вы можете почувствовать грусть, вы можете почувствовать тревогу, вы можете почувствовать гнев или какую-то любую другую эмоцию. Но что стоит за этой эмоцией, зачастую остается за кадром. То есть зачастую люди думают, что перевелась какая-то ситуация, и в ответ на эту ситуацию возникла какая-то эмоция. Однако в действительности есть вот этот зазор, в котором всегда есть какие-то автоматические мысли. То есть вы что-то подумали, и вслед за этим появилась какая-то эмоция. В целом известная такая фраза, что нас расстраивают не сами по себе какие-то ситуации, а то, что мы думаем об этих ситуациях. И в данном случае это абсолютно верно. Важно тут заметить, что речь не только о потоке осознанного такого размышления о чем-либо идиот, но и о тех автоматических мыслях, которые мы зачастую не замечаем. Итак, то, что я сейчас проговорил, можно концептуализировать таким образом. У нас есть какое-то событие, какой-то активатор. Причем, когда мы психологи говорим о событии, то мы не обязательно имеем в виду, что события происходят во внешней среде, что вам кто-то что-то сказал, какая-то пришла новость, или вы что-то увидели. Это может быть и внутреннее событие. То есть вы что-нибудь, например, вспомнили. Это может быть что-то приятное или что-то неприятное. И по сути дела это тоже событие, тот активатор, который запускает поток автоматических мыслей. То есть в ответ на это событие у вас возникают совершенно такие кратковременные, то есть за доли секунды, автоматические мысли. То есть это либо какие-то образы, либо какие-то слова, которые вы проговорили. По крайней мере, ваше мышление они были сформулированы. И в ответ на это у нас появляются некоторые эмоции и некоторое поведение. Возникает другой вопрос. Почему получается так, что попадает два у нас человека в одну и ту же ситуацию? Допустим, она неприятная. Допустим, это связано что-то с вашей работой, с педагогической, с воспитательной деятельностью. Однако один человек реагирует на это негативно, например, и для него это повод испытать тревогу, заниматься каким-то избеганием проблемы, а для другого наоборот. То есть он воспринимает, например, эту ситуацию нейтрально или позитивно. Здесь у нас имеет значение еще два конструкта. Я вам говорил о когнитивной схеме, которая у нас появилась в результате научения. В эту когнитивную схему можно внести глубинное убеждение, так называемое, и промежуточное убеждение. Итак, еще раз. Что такое когнитивная схема? По сути дела, мы продукт, по крайней мере, согласно когнитивно-поведенческой терапии, мы продукт научения. То есть мы научились быть такими, какие мы есть. Под влиянием родителей, их воспитания, под влиянием каких-то других структур. Это какие-то новости, фильмы, книги и тому подобное. То есть факторов влияния на нас очень много. И постепенно у нас появились некоторые убеждения, о том, кто я такой, какой мир вокруг меня, что меня ждет в будущем. И вот под влиянием этой схемы, то есть это такой особый фильтр, то есть с одной стороны на нас влияет текущая ситуация, то есть что-то конкретное произошло. А с другой стороны у каждого из нас есть определенный способ обработки той ситуации, в которую мы попали. Исходя из этого, выходит так, что у разных людей возникают разные автоматические мысли, разный автоматический ответ на ту ситуацию, в которую они попали. Давайте приведем какой-нибудь пример. Предположим, вы росли. Довольно типичная ситуация. Вы родились в какой-то семье, вы развивались. Например, в детстве у вас могло появиться представление о том, что, например, вы глупый, и у вас убеждение такое есть, что, например, я глупый. Это убеждение могло постепенно накапливаться. То есть, например, кто-то из родителей на вас определенным образом смотрел или что-то говорил, или не считал ваши достижения высокие. Возможно, у вас была более успешная сестра, например, или был более успешный брат, с которым вас сравнивали. И постепенно у вас появилось представление о том, что вы такой, какой вы есть. Или, например, в школе, в начальных классах произошла такая ситуация, что учитель вас отругал и дал понять, что вы не очень хорошо соображаете. То есть, вот у нас есть маленький ребенок. У него появляется, например, убеждение о том, что я не слишком умный, я глупый, например. Однако с таким убеждением жить довольно непросто. И данный ребенок может начать выстраивать промежуточные убеждения. Промежуточные убеждения – это особые такие правила, это отношение к той реальности, с которой он сталкивается. И это определенные допущения. То есть, данный ребенок может выработать правила, что надо учиться хорошо. Надо учиться на отлично. То есть, таким образом, он пытается компенсировать убеждение о том, что, например, он глупый. И под влиянием этого убеждения выстраивает правило, что надо хорошо учиться, что, например, двойка – это что-то ужасное, что если он пропустит школу, то произойдет опять-таки что-то неприятное, неприятные какие-то последствия, или что родители его будут ругать. То есть, таким образом, он пытается защититься от своего убеждения, которое он скрывает. И важно понять, что вот эти глубинные убеждения, промежуточные убеждения мы обычно не особо-то осознаем. То есть, мы просто верим, что что-то есть и действуем согласно тем правилам, которые выработали. Еще раз, мы не осознаем зачастую, что эти правила у нас есть как таковы. Они просто сформировались под влиянием опыта. Кроме того, не обязательно, что ребенок будет выстраивать какие-то перфекционистские такие промежуточные убеждения в виде правил, что надо хорошо учиться. Может быть, и обратная ситуация, что этот ребенок будет думать, что нет смысла вообще учиться, меня все равно никто не оценит по достоинству. Это бессмысленное занятие, что это вообще никому не нужно, что эти знания вообще не имеют никакой ценности. То есть, по-разному бывает. Но, тем не менее, эта когнитивная схема формируется и в дальнейшем влияет на автоматические мысли, которые у нас появляются в тех или иных ситуациях. Итак, мы сейчас сказали о содержании, что у нас в тех или иных ситуациях мышление есть какое-то содержание. То есть, мы о чем-то обязательно думаем. Мы каким-то образом интерпретируем ситуацию. То есть, у нас есть какие-то конкретные слова и конкретные образы, которые позволяют нам как-то организовать свою жизнь. Помимо этого, у нас есть некоторые формы. В данном случае, вы видите на слайде когнитивные искажения, по сути дела, это некоторые такие систематические ошибки, которые мы допускаем. То есть, которые придают форму нашим размышлениям. Так, давайте их рассмотрим. Первое – это дикотоническое мышление. Или еще его называют мышление всего или ничего. Или черно-белое мышление. То есть, это отношение к себе и к миру в черно-белом цвете. Вы видите два примера. «Я либо сделаю это на отлично, либо я никчемный. Либо делай идеально, либо делай никак». То есть, человек мыслит полярно, оценивая какие-то аспекты своей жизни, оценивая какие-то ситуации, с которыми он сталкивается. То есть, либо хорошо, либо плохо. Либо человек хороший, либо человек плохой. Либо это черно, либо это белое. Либо дело отлично, либо дело неотлично. Очень характерное для людей искажение. Ведь если мы посмотрим фактически на ситуации, на те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, то они обычно не черные и не белые. Нет ничего идеального или нет ничего отличного, которое коренным образом отличается от всего остального. Обычно это где-то градация. То есть, например, если вы выполнили свою работу на 80% хорошо, разве это плохо? То есть, например, если текущую лекцию я прочитаю не идеально, а как-то, не знаю, там на 80% по какой-то шкале. Разве это плохо? Разве можно говорить о том, что эта лекция, например, никчемная или плохая? Или наоборот, что она какая-то идеальная? Такая ошибка зачастую приводит к тому, что человек испытывает негативные эмоции. И он стремится к какому-то идеалу, которого, в принципе, довольно тяжело достичь. Второе – это эмоциональное обоснование. Это вера в то, что собственные эмоции отражают реальность независимо от опыта. Я никогда не смогу решить свои проблемы, потому что чувствую себя подавленным и слабым. Я зол на тебя, значит, ты виноват. То есть, часто люди под влиянием своих эмоций, они воспринимают их как некоторые факты, с которыми они не способны бороться и которые определяют реальность такой, какая она есть. То есть, например, тот же человек в депрессии или тот же выгоревший человек может думать, что вот сейчас мне как-то плохо, у меня нет сил, и поэтому я что-то не могу сделать. На самом деле, это неправда. Конечно, человек может что-то сделать. То есть, какая-то там деятельность, которая достаточно короткая. Просто он верит своим эмоциям, что будто бы он не может и, соответственно, ведет себя определенным образом. Если мы говорим о каких-то феноменах, связанных с выгораниями, с депрессией, то это довольно частая проблема, что человек доверяет своему состоянию, не выполняет какую-то деятельность и, исходя из того, что он эту деятельность не выполняет, ему становится еще хуже. То есть, в данном случае лучше бы что-то сделать, почувствовать какую-то свою эффективность, что да, я действительно могу и улучшить свое настроение, нежели чем остаться вот в этой какой-то эмоциональной яме и ей доверять. Третье – это императивы. То есть, это слова «должен», «обязан», «надо» как способ самомотивации и отношения к другим. То есть, например, «я должен отчет готовиться к занятиям» или «он не должен так себя вести». Я думаю, вы понимаете, что когда мы к другим людям относимся словами «ты должен», «ты обязан», «так нужно», то обычно это вызывает какую-то негативную реакцию. Она может быть выражена и прямым образом, что человек начинает сопротивляться, устраивать какой-то бойкот, саботировать то, что вы заставляете его сделать. Но то же самое происходит с нами. Когда мы длительным образом себя таким образом стимулируем, то есть, говорим, «ты должен», «ты обязан», то, наверное, мы просто перестаем делать что-либо. Это опять-таки способ уйти в какое-то состояние выгорания, депрессии, тревоги. То есть, по сути дела, это не работает, когда мы таким образом относимся к себе или к другим людям. По сути дела, когда мы говорим о том, что кто-то что-то должен или что вы должны, то мы думаем, что будто бы есть какой-то закон, буквально какой-то космический закон, который нас подталкивает к тому, чтобы мы этому императиву следовали. Но по факту никакого такого закона нет. Если говорить о конкретных клиентов, то люди часто, например, считают, что родители обращались с ними как-то не очень хорошо. Приходят за помощью к психологу, рассказывают и говорят, например, что она, в смысле мать, должна была как-то по-другому себя вести. Действительно, если мама хорошая, то прекрасно, что она хорошо заботится о своем ребенке и тому подобное. Но, как показывает практика, ничего подобного нет. То есть, родители совершенно по-разному относят к своим детям. То есть, есть самая вероятность того, что тот же родитель будет, например, к своему ребенку плохо относиться. И когда ребенок, уже выросший ребенок, допустим, говорит, что все должно быть иначе, то, по сути дела, он как бы отрицает сам факт того, что могло быть как-то по-другому. У вас может возникнуть вопрос, а каким образом тогда вообще обращаться к самому себе, если не стоит использовать такие слова, как должен, обязан, надо. Лучше сформулировать с точки зрения «хочу» и объяснять, почему вы это хотите. Например, «я хочу сделать то-то, потому-то, потому-то», что есть какая-то выгода вам от этого, что это что-то вам принесет в рамках вашего развития или чего-то другого. Возникает другой вопрос, какая разница между «хочу» и «должен». Когда вы формулируете все в виде «хочу», то когда это не происходит, то не возникает катастрофы. То есть, вы как бы «да, я этого хочу, я приложил какие-то усилия, но если это не получилось, то ничего страшного, по сути дела, не произошло. Однако, когда вы формулируете и мотивируете себя словами «должен», «обязан», «нужно», то происходит наоборот. Раз это должно быть и оно не происходит, то это катастрофа. Так не должно быть. И исходя из этого, вы испытываете острые негативные эмоции. Причем, что важно, эти эмоции, они дезадаптирующие. То есть, если вы сказали «хочу», что-то не получилось, то да, может быть, вам будет грустно, может быть, вы испытаете какие-то другие негативные эмоции, но они могут вас потолкнуть к тому, чтобы вы нашли другое, какое-то более интересное и более адаптивное решение проблемы. Однако, когда я говорю себе «должен» и это не получилось, то это имеет обратный эффект, что как бы есть какой-то закон, который говорит о том, что должно быть именно так. И раз оно таким образом не случилось, значит, все плохо, значит, этот закон нарушен. В том числе и в отношении других людей. То есть, вы говорите ученику или какому-то другому человеку, коллеге, что он должен сделать то-то. И когда это не происходит, вам кажется, что там что-то рухнуло. Это вызывает бурю негативных эмоций. Хотя, по идее, это просто систематическая ошибка мышления, ничего больше. Следующая, сверхгенерализация или сверхобобщение. Это далеко идущие выводы на основании частного случая. То есть, например, я всегда буду одиноким, раз даже она бросила меня. То есть, произошло какое-то негативное событие. И вместо того, чтобы каким-то образом понять, почему это событие произошло, что конкретно случилось, мы делаем вывод наперед, что раз даже тут, если тут так, то и в будущем все будет гораздо хуже. Хотя, например, какие основания думать таким образом? Их нет. Но, тем не менее, такая ошибка встречается довольно часто. Дальше, ярлыки. Это глобально неоснованные негативные выводы о себе и окружающих. То есть, я тупой, он бесчувственный. Проблема ярлыков заключается в том, что когда мы на какого-то человека или на самого себя лепим ярлык, то от него практически невозможно избавиться и увидеть другого человека или себя во всей сложности. То есть, например, кто думает, что он тупой или какой-то другой человек тупой, однако эти люди в чем-то хороши, в чем-то плохи, собственно говоря, как и все другие люди. Но когда мы этот героик приклеили, то мы ищем лишь доказательства того, что это действительно так. И не видим доказательства того, что это не так. То есть, это очень упрощенная картина мира, которая искажает восприятие себя и другого человека. Следующая персонализация, убеждение, что причина произошедшего негативного события – это ваша вина и отражает ваши качества. Например, я виноват в том, что ученик не может понять эту тему. Я безнадежен. Возникает вопрос, да, действительно такая ситуация может произойти, что ученик не понимает какую-нибудь тему или еще что-нибудь другое. Однако, на данную ситуацию воздействует всегда большое количество факторов. Например, занимаясь преподавательской деятельностью, я обращал внимание, что, например, утренние лекции, дневные лекции и вечерние лекции очень сильно отличаются. То есть, те же студенты, когда приходят на утренние лекции, зачастую они даже не проснулись. Их активность низкая. К вечеру, например, они могут быть очень уставшие. В середине дня они могут, наоборот, быть очень активными и разговорчивыми. То есть, даже такой фактор, как время суток, в котором происходит некоторые события, например, обучение, может влиять на то, как будет восприниматься информация и каких успехов добиваются ученики. Помимо этого, когда мы говорим о преподавании, то многое зависит ведь не только от самого учителя и от качества его преподавания, но также и от самих учеников. Ученики могут быть очень разные. Кто-то легко воспринимает информацию, способен делать логические выводы. У кого-то с этим сложнее. И поэтому такого рода выводы, персонализирующие личную ответственность, безусловно, будут неверными. Надо рассматривать любую ситуацию комплексно и опираться на факты. Следующее искажение это преувеличение и преуменьшение и частный случай катастрофизации. То есть, это оценка себя, других людей и событий с преувеличением негативного или преуменьшением позитивного. То есть, например, я плохо выполнил работу. Это ужасно. Все поймут, что от меня проку не будет. Или другой пример. У меня в последнее время часто болит голова. Наверняка, это рак мозга. В последнем случае мы как раз видим катастрофизацию. То есть, человек, в общем-то, не имеет никаких оснований думать, что это рак мозга, но ему в голову такая идея проникает. И он таким образом начинает думать. Хотя, естественно, есть тысячи болезней, при которых болит голова, и они совсем не так страшны, как рак мозга. В целом, при увеличении или при уменьшении это тоже часто встречающиеся когнитивные искажения. Что здесь можно заметить? Часто, если говорить, например, о клиентах, приходит человек, в общем-то, достаточно успешный. То есть, это, например, может быть, какая-нибудь девушка, которая с отличием закончила школу, с красным дипломом закончила вуз. Но, тем не менее, считает себя какой-то неуспешной, считает, что у нее все плохо и тому подобное. При этом, она, например, акцентирует внимание на каких-то негативных вещах, которые случались у нее в жизни, какие-то неудачи. Но, собственно говоря, у всех у нас бывает неудачи. И не замечает всего другого, все то хорошее, что с ней было, и тех успехов, которые она достигла. Итак, еще раз, это еще одно когнитивное искажение, которое довольно часто у нас встречается. Следующее, чтение мыслей. Очень характерное искажение для тревожных людей. Это убежденность негативного отношения других людей без учета других вариантов и попыток проверить. То есть, например, человек может подумать, уверен, что он ко мне относится плохо. При этом, человек не знает, как на самом деле к нему относятся. То есть, человек может сказать, что на него там определенным образом посмотрели, или, например, не обратили внимания, пренебрегли, или еще что-нибудь. Но, опять-таки, человек по разным причинам может пренебречь или даже сказать какие-то грубые слова. То есть, возможно, у него было плохое настроение, возможно, у него какое-нибудь там страшное событие в жизни произошло. И ему, собственно говоря, в данный момент просто не до вас. Но люди часто это воспринимают как раз так, что будто бы против них что-то направлено. Здесь есть другая проблема, что если, например, вы склонны систематически к такой ошибке, к обчтению мыслей, вы можете подумать, что другой человек, например, плохо относится к вам по каким-то причинам, хотя никаких фактов, собственно говоря, нет, которые на это указали, кроме как додумывание за него. И вы можете начать либо избегать этого человека, либо наоборот, как-то агрессивно и негативно самому к нему относиться. Ведь, естественно, если вы думаете, что другой человек настроен против вас, то вам надо как-то обороняться. И вы либо сбегаете, либо наоборот, вы пытаетесь напасть. И вот представьте себе ситуацию. Другой человек ни сном, ни духом вообще понятия не имеет, что вы думаете, что будто бы он к вам плохо относится и сталкивается с какой-то агрессией или наоборот с избеганием с вашей стороны. Естественно, он подумает, что что-то не то происходит. И в ответ на это он, например, может начать действительно к вам как-то негативно относиться или считать вас странным человеком. То есть в данном случае срабатывает такое самосбывающееся пророчество. То есть вы подумали, что человек к вам плохо относится, стали определенным образом вести себя, и в ответ на это он начинает действительно вести себя так, как вы думали. Следующее – ошибочное предсказание. Это убежденность в том, что событие может разрешиться только негативно. То есть, например, если я первым пойду на уступки, то все подумают, что я слабый и станут меня эксплуатировать. Опять-таки, почему так решили? Неизвестно, как оно будет на самом деле. Возможно, оно будет совершенно иначе. В данном случае только опыт может показать, как на самом деле что-то произойдет. То есть сама по себе реальность может дать вам данные для того, чтобы сделали правильный выбор. Следующее – это обесценивание. Это искажение нейтрального или позитивного события в негативное. То есть коллега сказал, что ценит меня как профессионала. Но это неправда, это просто слова. То есть в данном случае человеку прямым текстом говорят, что его ценят, однако он все равно не верит в это. То есть он обесценивает тот опыт, с которым он сталкивается. Человек может проделать успешно какую-то работу. Не знаю, где это выступить, например, если вы работаете в школе, в какой-нибудь конкурсе поучаствовать. Или достичь успех какой-то другой области. Однако он все равно говорит, что нет, это все ерунда, это не настоящее. А вот на самом деле все равно все не так. Все равно я какой-то там неуспешный, неправильный и тому подобное. И избирательное абстрагирование. Это акцентирование внимания только на негативных аспектах проблемы, не учитывая целостную картину. То есть, например, я привел неудачный аргумент в дискуссии, теперь все будут думать, что я глупый. То есть, ну мало ли, какой аргумент вы привели. Ну и что из того, что он неудачный. Это не значит, что это обесценивает весь тот опыт, который у вас есть. Это не значит, что это обесценивает все остальное, что у вас есть. Но часто люди акцентируют внимание на какой-то локальной неудаче и не смотрят на картину целиком. Итак, про негативные, про когнитивные искажения мы сказали. В принципе, мы с вами неплохо так обозначили проблему автоматических мыслей и вообще влияние мыслей на наше состояние. Возникает вопрос, какие эмоции у нас есть. Я не стал приводить список каких-то позитивных эмоций, потому что в рамках нашего сегодняшнего разговора стресс-менеджмента мы явно имеем дело не с позитивными эмоциями. И здесь есть список негативных эмоций для того, чтобы вы могли их найти. То есть, например, вы этот список можете использовать для того, чтобы понять, какие конкретные эмоции вы испытываете. Часто люди испытывают проблемы с тем, чтобы эти эмоции как-то обозначить. То есть они чувствуют, что что-то неприятное у них происходит, что у них какие-то негативные эмоции есть, но назвать их не могут. И, в общем-то, например, обращаясь к этому списку, вы сможете лучше идентифицировать те эмоции, которые у вас есть. Давайте я их проговорю. Первое – это грусть, подавленность, одиночество, несчастье. Второе – это тревога, волнение, испуг, страх, напряжение. Третье – это злость, ярость, раздражение. Четвертое – стыд, смущение, унижение. Пятое – разочарование. Шестое – ревность, зависть. Седьмое – вина. Восьмое – бой. Девятое – подозрительность. И раз мы сказали, что у нас есть мысли, у нас есть эмоции, также стоит обозначить и проблему поведения. Есть разные классификации поведения, ну, по крайней мере, тех стратегий, которые мы используем. Я решил вам в качестве примера предложить такой вариант. То есть можно разбить стратегии поведения на четыре категории. Ну, по крайней мере, если мы говорим о неэффективных стратегиях. Первое – это связано с избеганием, то есть это избегание каких-то ситуаций. То есть вы можете избегать каких-то людей или какой-то деятельности, или каких-то конкретных стимулов. Ну, например, даже тот же страх собаки, да, то есть человек буквально избегает столкновения с собакой. Это прекращение, это отвлечение. Это все у нас избегающие стратегии. В чем проблема этих избегающих стратегий? Если у вас есть, например, страх или тревога в связи с каким-то объектом, то когда вы избегаете, то что происходит? Вы начинаете чувствовать облегчение. И вот это облегчение, по сути дела, подкрепляет ваше поведение. То есть представьте, вы боитесь собак, предположим, идете по дороге, видите, что по направлению к вам двигается собак. Вы переходите на другую сторону улицы, и вы успокаиваетесь. И то есть таким образом вы только закрепляете свой страх, который у вас есть. То есть вместо того, чтобы столкнуться с той проблемой, которую вы боитесь, вы наоборот, избегаетесь. Избегаете и делаете эту проблему все больше и больше. И решить ее становится все сложнее и сложнее. Второй способ неэффективной стратегии, который используют люди, это самоповреждение. То есть это нанесение каких-то порезов, это попытки суицида, это злоупотребление психоактивными вещами, алкоголем. Причем не обязательно, что люди наносят себе какие-то порезы. Это могут быть какие-то другие ситуации, где люди пытаются каким-то образом себе навредить и зачастую даже как-то не особо осознавая это. То есть, например, вы можете в холодную погоду одеваться очень легко и таким образом себя наказать за что-то, пытаться наказать за что-то, попытаться нанести себе какой-то ущерб. Третье – это неэффективная коммуникация. Это, например, пассивность в отношении, это манипуляция в отношении других людей. Это защитная позиция, когда вы не позволяете понять проблему, такой, какой есть, попытаться поговорить открыто с человеком, а сразу ставить такую защитную позу и не позволяет к себе подойти. И это агрессивные действия. Ну и четвертая группа – это перфекционизм. Мы с вами уже обозначили, что в плане того же выгорания часто выгорают как раз-таки очень ответственные люди, у которых какие-то высокие стандарты по отношению к своей деятельности. И перфекционизм как раз-таки тоже относится к неэффективной стратегии. То есть это стремление к совершенству, попытка контролировать ситуацию, желание, например, угодить или беспокойство. Часто как раз-таки тревога, да, у нас это тоже перфекционистская стратегия. То есть мы потревожимся обо всем на свете, пытаемся взять вот эту ситуацию каким-то образом под контроль, все контролируете окружающих, самих себя, и потихоньку сами себя загоняем в угол. И потихоньку наше выгорание становится все сильнее и сильнее. Ну и теперь поговорим немного о техниках. Итак, в нашей ситуации, когда, например, у вас какие-то яркие эмоции, важно переключить внимание. То есть у вас возникла негативная эмоция, она, например, очень яркая, вы чувствуете, что вы не справляетесь, вы толком-то нормально и думать не можете о какой-то ситуации. Тут важно переключиться. Так что вы можете сделать? Например, поискать пять предметов, которые вы видите вокруг. Найти четыре предмета, которые ощущаете, три предмета, которые, ну, три источника, да, которые слышите, два предмета, которые пахнут, и один, который можно попробовать на вкус. В общем-то, в данном случае вы просто пытаетесь перезагрузить свой мозг, чтобы перенастроить его с самой проблемы на что-то внешнее, благодаря чему вы сможете как-то немножко прийти в себя, что эмоции немножко поутихнут, и вы сможете рационально мыслить. Другая техника – это упражнение на дыхание. Это диафрагмальное дыхание, то есть сделайте глубокий вдох через нос так, чтобы живот выпятился, а грудная клетка осталась на месте. Дышите дальше по методу 7-2-10, то есть диафрагмальный. Вдох в течение 7 секунд, задержка дыхания на 2 секунды, и выдох в течение 10 секунд. И повторить этот цикл пять раз. В данном случае мы опять занимаемся чем? Мы переключаем внимание. В данном случае на определенную технику дыхания. Сами по себе техники дыхания могут быть разные. В данном случае для нас ключ заключается в том, что нам нужно переключиться. Переключиться с тех негативных мыслей, которые у нас есть в голове, и тех эмоций, которые появляются в результате такого мышления. Кроме того, в плане переключения внимания вы можете делать совершенно простые вещи. Это какая-то физическая активность, то есть прогулка, какая-то физическая тренировка, домашние дела. Сделать что-то приятное для себя. Вообще любое действие, которое приносит вам какое-то удовольствие. Также вы можете поговорить с другим человеком. Вы, наверное, замечали такую ситуацию, что когда вы кому-то рассказываете что-то, то есть для вас эти события кажутся катастрофическими, вы с кем-то поговорили, и стало легче. В общем-то, если вы там 10 раз, например, проговорите какую-то неприятную для вас ситуацию, то вы можете вообще, в принципе, избавиться от негативных эмоций в этой связи и успокоиться. И четвертое – это записать в дневник мысли и эмоции. Сейчас мы подробнее поговорим как раз о мыслях и эмоциях, которые мы можем заносить в дневники. Мы с вами сегодня говорили о том, что из-за ситуации у нас возникают какие-то мысли, а вслед за этим у нас появляются какие-то эмоции и поведение. В данном случае вы видите как раз структурированный дневник, который можете вести на постоянной основе. И на самом деле он вам может, это может стать очень классным инструментом, который позволяет смягчать тот стресс, которым вы сталкиваетесь. Итак, в первый столбец вы записываете саму ситуацию, которая вызвала неприятные эмоции. Это может быть что угодно. Что-то произошло у вас на работе, произошел какой-нибудь конфликт с учеником или столкнулись с какой-то несправедливостью, или еще что-нибудь произошло. Вы подробненько записываете, что произошло. Дальше вы задумываетесь, о чем, собственно говоря, я подумал. То есть у вас возникли какие-то негативные эмоции. И вы думаете, вот в тот момент, когда это все происходило, о чем я думал, какие мысли появились. И, в общем-то, эти мысли, короткие, еще раз, это не какие-то длинные рассуждения. Это не попытка что-то оправдать, рационализировать или еще что-нибудь. Это конкретные мысли, например, там, я так больше не могу. Когда это закончится? Меня не уважают. Так невозможно работать. И тому подобное. Их, на самом деле, эти мысли у каждого свои. Но они еще раз, какие-нибудь короткие зачастую. Это не какие-то длинные размышления. Также они могут быть в виде каких-то образов. Итак, в колонку, где у нас мысли, записали те конкретные мысли, которые у вас есть. Дальше вы пишете, что я чувствую в связи с этим, и что я делаю, как поступаю в связи с этим. То есть вы записываете какие-то конкретные эмоции. Список эмоций я вам дал. Если, например, у вас есть какая-то проблема с распознаванием этих эмоций, вы можете буквально обращаться к этому списку. И искать что-то наиболее подходящее к тому, что вы чувствуете. Итак, вы записываете эти эмоции и это поведение. И дальше наступает у нас этап коррекции. То есть это доказательство за и доказательство против. То есть какие есть доказательства верности моих мыслей? Какие факты? Какие есть доказательства, которые опровергают мои мысли? Какие факты? Часто мы мыслим мнениями. То есть у нас есть какое-то представление о чем-то, и мы этому верим. Естественно, каждый верит в то, что он думает. Это, в общем-то, нормально. Но часто это просто мнение, а не факт. То есть то, что вам кто-то что-то сказал или какое-то событие произошло, это не значит, что те мысли, которые у вас возникают, например, насчет самого себя, насчет самой ситуации, что ситуация безнадежная и что из нее нельзя найти какого-то выхода. Или что я сам какой-то безнадежный, не знаю, глупый, слабый и тому подобное. То есть наверняка вы в своей жизни можете найти ситуации, в которых вы как раз таки справлялись с чем-то похожим или с какими-то другими ситуациями. Это как раз те факты, которые говорят против того, что вы глупый, безнадежный, что вы еще какой-нибудь такой. Еще раз, эти мысли, они автоматические. Это автоматический ответ вашего мозга. Там всплыть может что угодно. И ваша задача как раз таки бороться с этими мыслями. То есть найти какие-то доказательства, которые говорят о том, что все не так. Но кроме того, могут быть, конечно, какие-то доказательства в пользу того, что действительно что-то не так идет. Зачастую, когда люди что-то о себе или о других людях думают, или о самой ситуации, у них есть какое-то рациональное зерно. И ваша задача как раз таки вот зерна от плевел каким-то образом убрать. И то есть найти какие-то рациональные и реалистичные ваши взгляды и отказаться от не реалистичных ваших взглядов. Ну и в конце вы пишете в последний столбик, что я в итоге понял, как мне лучше поступить. То есть рационально осмыслив ситуацию, повлияв на те автоматические мысли, которые у вас появились вначале, вы сможете начать более рациональную мысль, и, соответственно, ваше поведение будет адаптивным. Смотрите, когда мы заполняем такого рода дневники, это не значит, что они позволят нам избавиться от тех эмоций, которые мы испытываем. То есть, например, если у вас была тревога, она, например, была очень сильная, не знаю, на 80%, на 90%, или вообще максимально на 100%, в результате заполнения такого дневника вы сможете, например, избавить это до 30%. И в данном случае такая эмоция может стать уже адаптивной. То есть негативные эмоции мы будем испытывать всегда. Ну, то есть нет людей, которые не испытывают негативных эмоций. Они есть. Но другой вопрос, что эти эмоции, они либо функциональны, то есть подталкивают вас к тому, что вы принимали какие-то решения и начинали действовать адаптивно и рационально, либо они, наоборот, дисфункциональны. То есть при таких эмоциях вы просто не можете рационально мыслить и рационально действовать, и ваше поведение становится дезадаптивным. То есть вы, например, можете начать прокрастинировать, то есть откладывать какие-то дела. Или вы не можете просто принять какое-то решение, и как буриданов осел, смотрите на ситуацию, смотрите на альтернативу, но в итоге все равно ничего не можете решить. Либо просто постоянно находитесь в таком состоянии пережевывания жвачки. То есть вы просто пережевываете, пережевываете, испытываете негативные эмоции, но ничего ровным счетом не меняется. Нам важно выходить из... То есть вот этот дневник, вот эта форма записи как раз направлена на то, чтобы выйти из такого эмоционального состояния. Другой вариант дневника, он более короткий и связан с тем, о чем мы говорили выше, о когнитивных искажениях. То есть в левый столбец, в первый, вы записываете автоматическую мысль, то есть зачастую какая-то самокритика, что вы что-то не можете, что вас что-то не получает, что вы такое-то, такое-то. Дальше вычисли когнитивные искажения. Когнитивные искажения я все обозначил, то есть буквально по списку просматриваете, а какую же я систематическую ошибку в данном случае допускаю. И в конце вы даете какой-то рациональный ответ, то есть защищаетесь от той мысли, которая есть. Ну и последняя техника, с которой я сегодня хотел бы с вами поделиться, это поведенческий эксперимент. То есть в левую колонку мы записываем описание будущего неприятного события или действия. То есть зачастую часто же бывает так, что мы что-то откладываем, чего-то боимся, каких-то вещей избегаем. Мы с вами говорили, когда говорили о стратегиях поведения, точнее о неэффективных стратегиях поведения, мы обозначили, что избегание относится к одной из таких стратегий. И чтобы вот с этим избеганием побороться, сначала мы это, некоторые события или действия записываем. То есть, например, вы по работе что-то не хотите делать или по дому вы не хотите что-то делать, не знаю, вы не хотите мыть посуду там или убираться или еще какими-то другими делами заниматься, платить за кварплату. Это может быть любое как элементарное, что-то элементарное, так и что-то довольно сложное. Или у вас есть страх по отношению к чему-то. Вы описываете вот эти события. Дальше вы записываете предполагаемый уровень удовольствия от нуля до десяти. То есть вы можете подумать, что от этого дела вы не получите вообще никакого удовольствия. То есть, например, это ноль. И предполагаемый уровень эффективности. Имеется в виду в данном случае ваша эффективность. То есть насколько хорошо вы сможете справиться. То есть насколько это, например, будет быстро, насколько хорошо вы это сделаете. И вы опять пишете, например, что это там единичка или двойка, или ноль тоже, или тройка. Дальше вы это дело проделываете. И обращаете внимание на фактический уровень удовольствия. И может оказаться, что то дело, которое вы избегали, вы от него получите удовольствие. Не обязательно, конечно, что оно будет на десятку или на девятку. Но, например, вы предполагали, что вообще не получите удовольствие, а получили удовольствие на тройку или на четверку. И по мне это уже некоторый результат. И дальше вы пишете фактический уровень эффективности. То есть вы пишете, насколько хорошо, насколько вы быстро с этим делом справились. И в итоге вы сравниваете то, что вы предполагали, и то, что получилось по факту. Часто это вообще совершенно разные вещи. То есть люди предполагают одно, что это будет долго, мучительно, страшно, не получится. А на самом деле выходит так, что это было довольно приятно, ну и нейтрально, например. И что с этим получилось хорошо справиться. И в последней колонке вы записываете вывод. Вот. Я хочу обобщить по поводу вот такого рода записей, дневников, почему они важны. Смотрите, мы не дело, мы в принципе ограниченные существа. Наша память, в том числе оперативная память, они ограничены. Когда вы какие-то негативные события в голове перемалываете, у вас, по сути дела, есть дефицит ресурсов. И вы не можете к какому-то нормальному рациональному выводу прийти, потому что в голове все это перебирать невозможно. Однако, когда вы, например, начинаете записывать на бумаге или использовать компьютер для этого, и видите, что на самом деле вы думаете, то вы можете увидеть, насколько эти мысли, например, абсурдны и неправильны. И в данном случае у вас есть бумага или компьютер, чтобы собрать все вместе. И благодаря этому возникает определенная магия, что когда мы записываем, мы лучше себя осознаем и принимаем более рациональные решения. Так, ну и последнее. Если вдруг вы со мной хотите связаться, то можете сделать это ВКонтакте по таким-то источникам. Сейчас я посмотрю вопросы, посмотрю чат и постараюсь как-то отреагировать на то, что вы написали. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Ваша психоагнитивная модель, но издревние модели, масок, цветов, эмоций, религии, магии, гипноз, фрейд, юнг, в частности цель педагога объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Путь познания хорош. Я, признаться, не совсем понимаю суть этого вопроса. Ну, вообще, тут мы можем обратиться к Сократу, да, познать самого себя. И действительно, путь познания хорош. И чем лучше мы понимаем, что творится у нас в мыслительной сфере, что мы думаем, тем более рационально мы себя ведем, тем более адаптивно мы себя ведем. Так, дальше. Путь познания или путь созерцания дзен. Преподаватель учит и делает свое дело. Как воспримет ученик правильно, неправильно. Это проблема ученика. Вопрос ответственности довольно интересный. С одной стороны, безусловно, имеет значение, как мы выполняем свою работу. Мы можем свою работу выполнять хорошо и можем выполнять хуже. Но конечная ответственность, конечно, на самом субъекте восприятия. То есть, конечно, в первую очередь сам ученик отвечает за то, что с ним происходит. Задача бороться или созерцать. Опять-таки, очень широкий вопрос. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Если мы говорим о когнитивно-поведенческой терапии, то это довольно активная терапия. То есть, мы не просто что-то созерцаем. Конечно, мы наблюдаем за теми процессами, которые происходят. Но мы также пытаемся активно что-то менять. И те же, например, дневники тому пример. Когда мы пытаемся повлиять на свою когнитивную эмоциональную сферу. Иногда не знаешь, как поступить с ребенком, когда он просто хамит, грубит. Как быть? Какие у вас на это есть варианты? Опять-таки, в данном случае я бы опирался... То есть, в вакууме тяжело рассуждать. Причины того, что ребенок себя ведет таким образом, бывают самые разные. Вам важно понять, что тот же ребенок, в тех ситуациях, с которыми он сталкивается, он, по сути, тоже обрабатывает через какую-то когнитивную схему. И тот ответ, который он вам дает, это тоже результат его мышления. И если задача заключается в том, чтобы лучше ребенка понять, то важно, наверное, с ним поговорить. И важно за ним понаблюдать, собрать какие-то факты, которые будут объяснять его поведение. И дальше, исходя из того, что вы поймете, в чем суть вообще такого хамского, например, поведения, вам проще будет как-то отреагировать и выработать ту стратегию, которая позволит вам достичь какого-то результата, на который вы рассчитываете. Так. Так, а переключение внимания не является ли одной из стратегий избегания? В принципе, хороший вопрос. И действительно, тут я, смотрите, помимо когнитивной модели, о которой я говорил, например, есть метакогнитивная модель. То есть в данном случае мы говорили о том, что будто бы содержание мышления, оно определяет наши эмоции и поведение. Однако, когда, если мы перенесемся, например, в метакогнитивную модель, там есть так называемый когнитивно-аттентивный синдром. И там ключ как раз-таки заключается во внимании. То есть метакогнитивисты, в частности, Уэллс, говорит о том, что, по сути дела, автоматические мысли, они могут быть разными. И проблема заключается в том, что один человек как бы залипает вот в этом состоянии, то есть он начинает обращать внимание на ту проблему, с которой он столкнулся. То есть он думает, что там он с этой проблемой, например, не справится, что эта проблема у него вызывает какую-то тревогу, что тревога, например, невыносима и начинает какие-то неадекватные стратегии поведения применять для того, чтобы с этой проблемой справиться. То есть в данном случае Уэллс говорит о том, что внимание – это ключевой когнитивный процесс, что один, например, человек подумал о себе плохо, но тут же забыл, а другой, например, подумал о себе плохо, подумал, что он не справляется, подумал, что он глупый какой-то и вот в этом состоянии застревает. И с одной стороны, какое-то переключение внимания как таковое может быть, безусловно, формой избегания. То есть, например, вы с какой-то проблемой столкнулись, и раз вы достаете смартфон и начинаете там что-то листать, какие-то там ленты новостей, не знаю, там телеграмм пролистывать или что угодно. То есть вы в данном случае действительно избегаете. Но в том примере, который я вам приводил, здесь задача в том, чтобы выйти из яркого какого-то эмоционального состояния, чтобы ваши эмоции, например, настолько захлёстывают, настолько они сильны, что вы неспособны к рациональному мышлению. И в данном случае это просто попытка выйти из этого состояния, чтобы потом уже как-то рационально разобраться в той ситуации, в которую вы попали. Так, а если был негативный опыт, покусала, напугала собакой, это же естественное состояние – избегать встреч с собакой. Ну, как сказать, любые какие-то фобические проявления, ну, если они не мешают вам жить, то, конечно, ради бога. Но если, например, вы хотите попасть в магазин, зайти в магазин, а перед магазином какая-то сидит маленькая собака, но у вас страх, из-за страха к собакам вы не можете зайти в магазин, и в итоге идёте в тот, который находится там в 300 метрах от того магазина, где вы находились, то, наверное, это немного осложняет жизнь и как-то страх бы неплохо перебороть. Так. На мой взгляд, самое лучшее адаптивное решение – взять ещё одну работу, возможно, по смежному профилю, это новые эмоции, новые силы. Не знаю, возможно, если для вас решение это, то почему бы и нет. Как анализировать мысли, эмоции, поведение, если раздражитель постоянно не меняет своего поведения, то есть ученик, который провоцирует класс, игнорирует требования, опаздывает на урок, грубо отвечает на замечания и просьбы, не идёт на контакт. Но здесь интереснее вообще в целом вам обратить внимание, какие мысли возникают. Вполне возможно, что у вас мысли, опять-таки, те же императивы, что он должен, обязан, что так нельзя и тому подобное. И попытаться на такого рода мысли посмотреть иначе. Опять-таки у нас нет какого-то там такого природного закона, что что-то должно быть именно так или иначе. То есть, понятное дело, что в школе, в любом учреждении есть определённый регламент. И с помощью этого регламента мы можем влиять. Но мы расстраиваемся же не из-за того, что произошло само по себе это событие, что этот ученик опоздал, а исходя из того, что вы считаете, что будто бы должно быть иначе. Именно должно. Но реальность-то показывает, что такое бывает, что такое случается. Если постараться как-то посмотреть на ситуацию иначе, и попытаться поберечь свои эмоции, то, в общем-то, если начать думать немножко иначе, то эмоциональный ответ будет тоже не таким ярким. Так, насколько понимаю, больше вопросов нет. Так, Татьяна, мы, наверное, тогда заканчиваем. Пожалуйста, спасибо, что участвовали.